Сгодно новому указу президента краины, приоритетными накерунками развития экономики повинны стать притягнение замежных инвестиций, рост и диверсификация экспорту, импортозамещения и створение новых прационных мест. Продуглежено так само поскоренное развитие малого и среднего бизнеса. До речи на посередине Абл-Выконкама отзнашается, что необходимо, чтобы в районах, особенно невеликих по своей территории, исновали умовы для реализации предпринимательских инициатив населения. У таких выпадках, коли процелоткование беспроцентных немогчимо, по причине отсутствия буйных предприятий, с этой задачей должен справляться приватный сектор. Коли сказать про внешнеэкономичную деятельность, в минулом году освоено 10 новых рынков сбыту. У вогули экспортная география нашей области зараз наличивает 86 краин. Однако больше за 80% продукции накерувается в Российскую Федерацию. С одной стороны, конечно, хорошо, это наш надежный партнер и сосед, но при всем при этом мы должны стремиться к тому, чтобы экспорт где-то 30% шел на наш союз таможенный, 30% Евросоюз и 30% это где-то должно быть другие страны. Поэтому вот как раз над этой цифрой мы будем работать. Великие надеи связаны и с освоением китайского напрямку. Тем более, что предприятия этой краины имеют великую затекавленность в импорте гомельских товаров. У нас буквально на этой неделе очередная китайская делегация уехала, отобрали уже продукцию, которую они будут экспортировать от нас на китайский рынок. Большой интерес у них вызвал это соки, мясомолочная продукция. Это в первую очередь цельномолочное молоко, консервы молочные и колбасные изделия. Нарошивать объемы экспорту плануются прас проведения на территории Гомельщины экономичных форумов и выстав. Все лета их запланована каля 30. До того же протягивается активный процесс явления новых резидентов у свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. У минулого года было зарегистровано 6 предприемств, ориентованных на экспорт. Ясше за одним зараз ведутся перемолы. К сожалению, в прошлом году мы не достигли 100% темпа роста экспорта. Однако уже в этом году, в 16 январе, у нас активизировалась работа нашими предприятиями и темпы уже составляют практически 100%. Я думаю, что наладится работа, потому что частные предприятия, особенно частные, они заинтересованы в получении денег, валюты из-за рубежа. Ясше одно питание, разглядженное на посаджении Абалвы Конкама – ситуация со заворотами граждан и юридичных особ. Самые актуальные темы – питание жильево-коммунальной господарки, будовництво жилья и выплаты за работные платы. У минулого года огульная колькасть тех, кто звернулся до областных уладов, склала больше за 4,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем у 2014. Конечно, мы будем говорить, что это не совсем хорошо. Когда меньше обращений, это говорит о том, что все-таки власти, в том числе, на местах работают. Когда есть увеличения, здесь необходимо разбираться. И сегодня на исполкоме мы обсудим причины роста обращений и дадим оценку соответствующим службам и регионам.